Дорогие друзья, здравствуйте! И если уже случилось какое-то заболевание, как сэкономить время на то, чтобы выздороветь, и как потом какой-то период себя поддерживать правильно. И, конечно же, раз в нашей студии педиатр, больше всего, наверное, мы будем делать упор на детское здоровье, но, конечно же, и не обойдём и взрослое, потому что как взрослый позаботится о ребёнке, если его здоровье у самого будет требовать его внимания. Ну, наверное, первый вопрос о том, как реже болеть в такой межсезонье, как сейчас, потому что вроде бы как мы уже и расслабились относительно пандемии и ковида, но, тем не менее, сейчас очень много людей болеют, и детей, и взрослых. И как с этим быть? Можно ли как-то уберечь себя в такое опасное время, когда и за окном уже холодно, и температура как-то колеблется, то тепло, то вроде бы как мороз? И расскажите о том, как нам себя правильно вести. Всем добрый день. Вопрос сам по себе очень обширный. Тема целой лекции, наверное. Но попробую ответить на него кратко. А у нас есть целых 40 минут, поэтому мы можем... Сейчас, наверное, много кто сидит на карантине, много кто не учится. В межсезонье обязательно в этот период и весной, где-то в марте, в начале апреля обязательно заболеваемость поднимается, много кто болеет. Поэтому нам нужны такие вот общие мероприятия. И что касается детей младшего дошкольного возраста, дошкольного возраста, в общем, даже детей, наверное, младшего школьного возраста, это, конечно же, гигиена, правила гигиена. Вот можно об этом это всё проговаривать хоть сколько раз, но чистота – залог здоровья. Вот, всё-таки. А давайте прям подробнее про гигиену, какие процедуры необходимо делать и сколько раз в день. Обязательно. И о каком возрасте мы говорим. Да, например, если мы говорим в возрасте детей, которые... Вот о новорожденных, хорошо, первый год жизни. Если дома кто-то заболел, либо есть люди, например, папа в семье, утром уходит, вечером приходит. Какую-то микрофлору с собой всё равно приносит. Значит, люди, которые контактируют, родители, бабушки, дедушки, которые контактируют с детьми до года, они обязательно должны контактировать с ребёнком только после того, как вот пришли, да, с порога обниматься, целоваться нельзя, обязательно нужно помыть руки, да, сделать какой-то даже туалет носа, возможно, да, какими-нибудь... Полустирта, да. Полустирта, соляными растворами. А лицо мыть нужно, потому что на него же больше всего... Да, конечно, мы же целуемся же, вот, якуты нюхают друг друга. Потом, значит... А ничего, что сразу с мороза ты приходишь, и вот сразу с холода ты вступаешь в контакт с тёплой водой? Нет, ничего, мы успеваем остыть, пока в лифте едем, вот это вот, да. Но у большинства, надо сказать уже, да, и люди, наверное, сами знают, мы страдаем вазомоторным ренитом. Это наше краевое заболевание. То есть наша слизистая уже такая более податливая ко всем бактериям и вирусам. Потому что, как вы уже сказали, мы вот из холодного заходим в тёплое помещение, потом выходим опять в холод, потом в машину тёплую, в машине может быть очень жарко, да, душно. Сейчас у нас отопительный сезон, достаточно агрессивный в квартирах, особенно очень сухо. Это именно такая особенность людей, которые живут в таких условиях климатических, как мы. Поэтому у нас, если есть дома маленький ребёнок до года, я бы сказала, даже до трёх лет, обязательно должен быть санпропускник дома, так называемый. Куда вот кто пришёл с улицы, переодевается, туалет носа, умывается, может даже душ принять, тяжёлая работа. Ну и, значит, выходит уже и со всеми обнимается, целуется, контактирует. Если дома, значит, кто-то заболел, например. Можно ещё про правила гигиены спросить? Вот смотрите, мы же ходим в верхней одежде, да, мы садимся в автобусах, да, мы как-то там где-то ещё задеваем какие-то в общественных местах стены, двери и всё остальное. В этих же автобусах, в этих же помещениях есть люди, которые не следят совсем за собой, люди без определённого места жительства, да, то есть вот это вот всё мы потом на себе, на верхней одежде приносим. И вроде бы как не у всех заведено, там, ну да, ты снимешь там шубу или пальто, но, например, вот ту одежду, в которой ты всё равно ходил и где-то присаживался на какие-то стулья, да, там, в каких-то всё равно был общественных местах в этой одежде, даже не принято, не всегда принято её снимать, и некоторые ходят дома или приходят в гости всё равно в этой одежде. Какова вероятность, что вот ты можешь вот так принести вот какой-то вирус и поставить под угрозу здоровье, допустим, либо ребёнка, да, либо пожилого человека, который находится вот в этом помещении? Ну, если рассуждать вот так вот на эту тему, да, то, в принципе, некоторые бактерии и вирусы не переносят перепад бактерий, ой, перепады температуры. Погибают. Да, если мы из помещения на улицу и так далее, но есть очень живучие. Поэтому в заведениях, где вот особенно большое требование к медицинским учреждениям, обязательно в то время года, когда мы носим верхнюю одежду, любую, должен работать гардероб. Вот. И дома обязательно верхняя одежда, да. Ну, шубы-курки мы снимаем, а вот именно кофта, например, да, вот то, что находится под верхней одеждой, там, костюм, кофта, брюки, юбка, ты всё равно же в этом где-то был на работе, да, на какие-то там стулья ты присаживался, да, где-то вот локтём ты об стол, где много людей, да, допустим. Да, вероятность тоже есть. Поэтому мы когда вот ещё бабушки, дедушки, вот поколение, которое чуть-чуть постарше, они когда приходят в дом, где есть новорожденный ребёнок, они сразу не берут у ребёнка на руки, они стелят вот себе на плечо пелёночку, да, ребёнка, самого пелёнку, и потом уже его берут на руки. Они в уличной одежде вообще, в принципе, никогда не контактируют с маленьким ребёнком. И вот обычно, вот как бывает, бабушка приходит, когда вот новорожденный ребёнок на помощь маме, да, она вот чуть постарше поколения, она обязательно берёт с собой халат сменный, тапочки свои, да, и ещё косынку, и косынку ещё маме принесёт. Это новорожденный ребёнок. А если дети чуть-чуть постарше, допустим, года 3-4-5, ну и, допустим, до 12, до какого-то пубертатного периода? В наше время сейчас есть, наверное, скорее проблема. Таких детей надо уже как-то занимать, да, и с ними нужно организовывать свой досуг. Поэтому есть очень много досуговых центров, приторговых центрах есть, очень много вот игровых зон и так далее. Я вот про них хочу специально сказать. Как бы помягче сказать, никто свечку не держал. Хорошо, если проводится санобработка там постоянно какая-то. Игрушки на всех, они же одни, вот. Сухие бассейны, там всякие карусели и так далее и тому подобное. И эти места считаются местами массового скопления людей. И вот в такое время, например, как сейчас, когда есть рост заболеваемости, мы избегаем посещения вот этих мест массового скопления людей. Именно в этом возрасте. Потому что вот этот возраст от полутора лет и вот младший дошкольный весь, вот это вот посетители тех самых зон. Вот. И вот это дети, которым вот, ну, скучно дома сидеть просто так. Поэтому в плане досуга в такое время мы пытаемся организовать что-то на дому у себя. Вот. То есть вы про то, что в такие центры вот в это время ходить не нужно? Конечно, категорически нет. Особенно если у нас не закончилась какая-то там схема вакцинации, да. А есть какие-то у нас индивидуальные рекомендации по здоровью. Если это часто болеющий ребёнок. Да, конечно, очень хочется. Да, но в такое время следует воздержаться. Думать что-то другое. А вот в домашних условиях ещё какие меры гигиены необходимо соблюдать? Вот, допустим, если в доме есть животные. Животное же бегает везде, допустим, в том же помещении, в коридоре, где развиваются домашние, да. И на своих лапках, на своей шерсти она может оттуда уже принести какие-то вирусы. Насколько это опасно для, допустим, маленького ребёнка или ребёнка чуть постарше, который будет потом с этой кошкой взаимодействовать, либо с собакой, которая домашняя? Тогда мы уже, да, если есть, например, кошка дома, да, мы приучаем к культуре поведения вот с этим животным, да. Если мы с ней поигрались, да, мы обязательно потом должны пойти помыть руки. И, допустим, если мне нужно потом с ребёнком садиться за стол покушать, я вот поиграю с животным, да, и обязательно. Я всё это озвучиваю ребёнку, который уже говорит, что вот мы поиграли, теперь надо помыть руки и пойти покушать. И каждый раз, даже когда просто нужно вот сесть за стол, да, обязательно мы это озвучиваем. Вот. Они прекрасно воспринимают уже речь, да, и, в принципе, все алгоритмы воспринимают в виде речи. Вот. Если есть животное и есть, ну, там, допустим, новорожденный ребёнок, смотрите, например, есть дома мягкая мебель, типа диван, вот. И мы любим укладывать детей вот на диван, да, сами сидеть рядом, и там же рядом может располагаться кошка, собака и так далее. Вот. Либо на этой поверхности сначала полежала кошка-собака, потом я пришла с ребёнком и уложила, ну, так не может быть, это недопустимо. Вот. Должны быть поверхности, к которым ограничен доступ у животных. Животные тоже умные, они тоже понимают, где им можно, где им нельзя. Да, их можно тоже приучить. Либо если одна поверхность, там, допустим, тоже укладываю ребёнка, опять-таки я принесла с собой пелёнку, постелила и потом только уложила. Дело, ну, правила поверхности тут прям соблюдать нужно неукоснительно. Вы такой идеальный вариант, мне кажется, рассказали, взаимодействие с ребёнком и с животным. Я, например, слышу истории, когда ребёнок просто, это животное, когда видит, он его хватает и начинает с ним очень активно взаимодействовать. И не все дети любят мыть руки, мне кажется, это вообще основная проблема. И я думаю, что это одна из проблем, из-за которой дети болеют, когда приходят в детский сад, когда приходят в школу. Понятно, что за каждым ребёнком, воспитателю и учителю невозможно уследить. И я думаю, что вот вирусы – это один из источников с причиной. Это вот не мытьё рук, и наверняка это не единственный, конечно. Конечно, факторов очень много. И иммунитет у всех разный. Как быть в такой ситуации, как ребёнку помочь сохранить своё здоровье, когда он идёт в детский сад? Потому что мы же знаем, что очень много таких случаев. Пошёл ребёнок вроде бы здоровый, всё хорошо, там витаминами его покормили, всё замечательно, один день пошёл в детский сад, и уже в этот же день он может заболеть, и на следующий день уже никуда не пойти. И насколько вы, как врач, как специалист, который знает отлично все особенности нашего организма, верите в психосоматические какие-то причины, когда ребёнок просто не хочет идти в сад, и тело ему как будто бы помогает, или в школу, и он заболевает, как будто такой запрос. Это моя повседневная, очень болезненная тема, потому что очень часто приходят на приём родители, они говорят, неделю в сад отходили, две недели отболели, и потом опять вышли, и неделю походили, ну и до бесконечности. На самом деле дело всё в иммунном ответе. Нормально, когда вот ребёнок только пошёл в сад, он у него адаптируется, у него ещё и схема есть своя, они там, получается, сначала в первые дни ходят только час, полтора часа, и увеличивается вот это время. Тем самым это, в принципе, очень умно придумано. Не только для адаптации человека маленького и его психологии, но и для здоровья его физического. Потому что мы, когда контактируем с социумом, приходим уже с собственным составом бактерий в кишечнике. Вот эти бактерии в кишечнике – регуляторы всего, даже того, что мы хотим есть. И, значит, эти бактерии, сталкиваясь с бактериями и вирусами окружающей среды, реагируют на них по-разному. Ребёнок, который находился в стерильном пузыре дома, выйдя в окружающую среду и встретив кучу неизвестных бактерий и вирусов, даст колоссальный ответ. Обязательно. Извините, я вас перебью, мы вернёмся потом. Ребёнок даст колоссальный ответ уже когда вышел в социум. Запомним, на чём мы остановились. У нас есть вопрос от нашего слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как быть, если ребёнок встретился с больным ребёнком, который заболел гриппом? Стоит ли ограничить поход в школу? То, что у меня был такой случай в апреле 2012 года. И я похудел на 49 килограмм после этого. А вы про себя говорите? Да, и про ребёнка, и про себя, конечно. А вы похудели, потому что вы вступили в коммуникацию с... Я хотела закончить учиться, но доучился я не до конца. Хорошо, спасибо за вопрос. То есть, как уберечь себя, когда контакт с больным человеком неизбежен, да? Или ты не можешь сто процентов быть уверен, что туда, куда ты идёшь, там все люди здоровы. Но кто-то же может и не признаться, или кто-то может как-то не обратить внимание на какие-то первые симптомы. Начать хотелось бы с того, что у нас, в принципе, против гриппа может быть очень хороший коллективный иммунитет, если мы привиты. Сейчас существует массовая вакцинация против гриппа, и начинается она с 6-месячного возраста. У таких маленьких детей вакцинация от гриппа? Да, есть. Ну и, в принципе, биопрепараты, как и вакцины. А имеет значение ли, что в какое время сезонное прививать? А, конечно. А если не успел, например, осень же у нас, да, мы осенью прививаемся, и это на год. А если не успел осенью, зимой стоит, когда вот уже много больных людей вокруг, заболевших? Да, это называется экстренной вакцинацией. В принципе, можно и привиться. Но, правильно, конечно, после того, как ты вакцинировался, пару дней дома отсидеть, чтобы у тебя этот иммунитет выработался, и ты бы уже пошёл к людям. Ну, это мы говорим сейчас вообще, в общем, для всех детей в любом возрасте. Да, да. И, значит, вот, допустим, если у меня уже произошёл сейчас вот, да, гриппа много, коклюш у нас был, мы за ребёнком, мы не можем, допустим, принять много-много противовирусных препаратов сразу, да, например, кто-то так делает, вот, да, много противовирусных препаратов сразу и сидеть и ждать, да, в панике, вот. Если у меня был уже контакт, я за собой наблюдаю, поднимается ли у меня температура, чувствую ли я себя хорошо. Без фанатизма, спокойно, но я за собой наблюдаю, потому что инкубационный период у разных заболеваний по-разному протекает. До двух недель же, да, у гриппа? Да, до двух недель. Ну, а как быть, например, взрослым людям, да, у которых, ну, профессия такая, много контактировать с людьми, вот. У врачей, у педагогов и так далее, да, практически у всех, вот. Поэтому заведомо должен быть крепкий иммунитет. А верно ли делают те, кто, допустим, не успел поставить прививку, и взрослый, и, допустим, ребёнок, да, и они пьют какие-то противовирусные препараты, как бы вместо прививки, там, допустим, ты пьёшь как профилактическое средство его, там, в течение недели. И насколько оно защитит потом уже, когда ты закончишь приём этого препарата? Ой, это вопрос сугубо индивидуальный, и я бы хотела сказать, что некоторые противовирусные препараты вообще не имеют доказательной эффективности, доказанной эффективности. Некоторые, вот, у них есть прямо в аннотациях такое условие, что, да, такая-то, такая-то доза должна быть, мы должны принять её со скольки-то-то, скольки-то часов после того, как, например, повысилась температура. Какие-то клинические проявления есть, да, и я должен принять определённую дозу. Иначе, если в первые, там, 12-6 часов я эту дозу не получил, то эффективности не будет. То есть соломку не подложишь? Нет. А насколько эффективно работают витамины, когда мы начинаем думать о том, что мы вот таким образом укрепим свой иммунитет, и он выстоит, даже если мы будем общаться с большим количеством людей и не будем уверены, что кто-то из них не болен? Есть достаточное количество статей, да, доказано исследований о том, что у человека, у которых нет дефицитов, например, витамина D, омега-3, и поленасыщенных жирных кислот, магния, йода, эти люди подвержены острым респираторным вирусным заболеваниям гораздо реже. Поэтому всё-таки имеет смысл. Конечно. Только важно знать, сколько единиц, да? Ну, сколько единиц каждого элемента. По заключениям анализов и так далее. Варвара, мы сейчас буквально на 4 короткие минуты прервёмся. И, дорогие слушатели и зрители, затем мы снова продолжим говорить о том, как быть и оставаться здоровым в такое сложное время, как сейчас. Оставайтесь. Варвара Борисова на сегодняшний день тех людей, которые гриппуют, у которых ОРВИ, и, конечно же, у тех, у кого дети, боязно за ребёнка, и как это правильно оказать ему первую помощь, да, и ты прислушиваешься, присматриваешься к нему, чтобы эти первые симптомы не упустить, и всё правильно, всё верно сделать. И, конечно же, для родителей, наверное, это очень такая пора неспокойная. Дорогие слушатели и зрители, вы можете нам звонить по телефону 32 00 66 и 32 11 66 и задавать свои вопросы по нашей теме. Отличная возможность спросить у врача напрямую, может быть, есть какая-то у вас ситуация, вот прямо сейчас, да, горячая, может быть, просто для информации какие-то рекомендации получить. Я думаю, что очень многим будет полезно. Вот, и проанонсировать, если наш второй блок, у нас остаётся минут 18-17, да, до конца эфира, мы хотим рассказать про витаминный комплекс, продолжить, да, говорить про то, как важен сон и для ребёнка, и для взрослого, да, и про то, как укрепить ещё своё тело, про лечебную физкультуру, мы обязательно ещё расскажем, и о тех успехах, которые можно достичь, помочь ребёнку достичь, если начать с самого начала и не упустить какое-то важное время, да. Вот, вроде бы всё я назвала, о чём мы хотели поговорить, успеть бы. Давайте про витамины ещё продолжим разговор. Вы сказали, что всё-таки витамины – это такое важное дело, и стоит им заняться, но для этого сначала, да, нужно сдать анализы, посмотреть уровень железа, уровень… Да, исходный уровень обязательно нужно посмотреть. Магния, да? Да, витамина D, омега-3, полиненасыщенных жирных кислот. Ну, смотрите, у нас такой интересный регион, мы находимся на севере, а у нас недостаточно поступления солнечных лучей, активных солнечных лучей, с помощью которых у нас вот в толще кожи вырабатывается наш собственный витамин D. Витамин D – это не только про кости, рост костей, это ещё и про иммунитет, про борьбу с онкологическими заболеваниями и, значит, про борьбу с инфекционными заболеваниями. То есть витамин D – это не только про рост костей. Вот. И поэтому жители Якутии и вообще северных регионов, они должны получать его круглогодично. Даже если мы улетаем на моря на две недели, нам этого недостаточно, чтобы выработалось какое-то достаточное количество витамина D. И потом, значит, вторая кислота, то есть даже три кислоты, омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, они у нас поступают с рыбой и с морепродуктами. Нам их тоже недостаточно, к сожалению. Но, возможно, кто-то живёт на севере, много употребляет рыбу. Детям эти кислоты нужны для того, чтобы развивать когнитивные способности. А вот какую конкретно рыбу можно употреблять? Потому что есть же соблазн купить очень вкусную копчёную рыбу, она замечательная, ещё какие-то есть вариации? Рыба вообще, конечно, по культуре нашего потребления мы можем и сырую употреблять. Остроганина – это вещь, конечно, да. Конечно. Но что касается детей, это значит красная рыбка запечённая, либо белая такая жирная рыбка запечённая. Она может быть недорогой, не обязательно дорогая. Ну, не обязательно, да. И у нас же, получается, сезонно привозят рыбу. Какой-то сезон есть, зимняя подлёдная рыбалка, летняя, весенняя и так далее. В какой сезон какая рыба есть, если она есть хотя бы в рационе один раз в неделю, вот этой маме уже можно медаль на грудь повесить за это. Вообще, если ребёнок ест, дети же часто отказываются есть рыбу и мясо. Тогда, конечно, мы заменяем эти кислоты, которые должны были из рыбы натурально поступить, скорее всего, жидкими омегами. Вот, и сейчас есть препараты, и, значит, омега – это когнитивные способности, и, значит, антидепрессивное действие они имеют. У кого может период адаптации, вот как раз в садике, в школе, в новой школе и так далее, всякие разные переходы из класса в класс, вот они имеют такое чудное действие. Третий, значит, компонент – это йод, вот, эндемичный регион у нас по недостатку йода, и, значит, йод – это, значит, не только, как сказать, наши когнитивные способности, память в том числе, и, значит, ещё здоровье сердца и сосудов. Вот, вот, регулируют частоту сердцебиения, наш полностью метаболизм, быстроту метаболизма, а йод – содержащие гормоны, гормоны щитовидной железы, то есть. Ещё один прекрасный элемент – это магний. Вот, магний чудо действенно влияет на иммунную систему, он укрепляет, также хорошо, то есть положительно действует на здоровье сосудов и сердца. Кстати, регулирует уровень сахара в крови. Вот. И магний, аскорбонат, глицинат, соединения магния, они имеют чудесное антидепрессивное действие. А магний может даже понизить уровень сахара, да, если он был, например, высокий, у человека была склонность к диабету или он болел диабетом? Да, если принимать в комплекс терапией, да, он оказывает такое чудесное действие. Он ещё и регулирует это артериальное давление. Я как-то в аптеке решила купить себе вот комплекс витаминов, да, где есть витамин D, но начала смотреть по единицам, и там совсем маленькая доза была этого витамина D. Стоит ли покупать какой-то вот комплекс витаминов, где очень минимальная доза, потому что я слышала, что назначают 10 единиц, 20 единиц для взрослых людей и для ребёнка. Вот, может быть, есть какой-то комплекс, чтобы мама уже, например, давала ему эти витамины, да, и знала, что если даже он откажется от рыбы, откажется там от мяса, от белка, то он всё равно будет с витаминами, у него будет всё в порядке. Смотрите, профилактические дозы, например, витамина D для новорожденных детей начинаются от 1000 международных единиц. Даже для детей от 1000? Да, это для новорожденных. Даже для детей? А зачем тогда вот эти вот комплексы витаминов, где тогда, получается, минимальные такие вот дозы, да, мы тогда, получается, просто так платим за это деньги и не восполняем этот дефицит витамина? Это, наверное, всё, ну, скорее всего, от незнания, да, и вот, например, а для взрослых профилактические дозы по Российской Федерации, ну, по рекомендациям, которые, наверное, к сожалению, нам не очень подходят, они начинаются от 2000 международных единиц. Вот. Но сначала нужно узнать свой исходный уровень. Это я для взрослых говорю. Детей до года колоть иголкой, чтобы узнать их уровень витамина D, нет, не нужно, если нет никаких клинических проявлений. Вот. Взрослые, значит, обязательно должны знать свой исходный уровень, чтобы потом его компенсировать. Вот. А витамины в поле витамины, сейчас они абсолютно не актуальны. В современном мире хорошо, что есть такой тренд. Все витамины идут моно. То есть один микро-макроэлемент, какой-то бат, один витамин, одна упаковка. Ну, если только они не сочетаются между собой. Витамины А. Тогда вот эти, где комплекс витаминов вообще не стоит покупать. Там, где много-много списков, абсолютно нет. Потому что они должны приниматься в разное время. Вот. Утром, в броиды и после. Так, фармацевтика, фармакология перед нами в долгу. Прямо ничего себе. Ну, конечно, не все витамины там аптечные. Не знаю, не все поливитамины плохие. Вот. Нужно просто разбираться в дозировках и работать со знающим специалистом. Я слышала, что наши специалисты, наши медики, ваши коллеги, и вы в том числе, вы разработали какой-то уникальный комплекс витаминов. И они действительно отдельно, да, каждый витамин отдельно. Именно для людей, которые живут на севере. Для взрослых людей, да, или для детей тоже существуют. И как правильно пить? Допустим, я купила и пропила в этом месяце только магний. И сколько дней правильно? Потому что, допустим, если это комплекс витаминов, то нам говорят, пропей там месяц, да. Они там есть по 30 капсул, по 60, потом сделают перерыв и так далее. А кто-то говорит, что из речей, что витамин D, например, это тот витамин, который вообще не нужно прерываться пить, да. То есть нужно его постоянно пить. Но опять же, всё время пить, и ты же тоже устаёшь, этот витамин. Значит, так. Для того, чтобы... Отвечу на первый вопрос. Да, действительно, начали производить мои коллеги витамины местного производства. То есть там имеется уже витамин С, да, и магния, аскорбонат. Пока два вида. И скоро к нам приедет ещё витамин D и омеги приедут. Вот. Собственного производства. И, значит, состав разрабатывался. Приедут они где-то и изготавливаются по вашим, да? Да, они изготавливаются по нашим рекомендациям. И, значит, дизайн весь прорабатывался. И на упаковке есть аннотация на родном языке, чем мы очень гордимся. Да, и сам дизайн с нашими якутскими узорами и так далее. Ну и по-русски тоже есть. И по-русски тоже есть. Да, тоже на сердце нравится. По-русски же. Ага, и, значит, там дозировки такие. Вот же мы говорим, что поливитамины, которые в аптеке продаются, там много-много-много-много всего написано, но дозировки по факту мало. Некоторые витамины, которые производятся где-нибудь в другом регионе, в другой стране, сейчас вот азиатские витамины очень популярные, они нам абсолютно не подходят, потому что, например, у азиатских витаминов, Японии, Кореи, у них очень такая культура восполнения дефицитов. Они с рождения за собой очень сильно следят, у них фанаты своего здоровья и так далее. Поэтому им нужна только поддерживающая дозировка. А мы, значит, витамин Д до года детям подавали, и потом забыли, и где-нибудь во взрослом возрасте вспомнили. Поэтому у наших витаминов дозировки подходящие для жителей нашего региона. А взрослому человеку всё равно, раз есть дефицит витамина Д, от какой вообще дозировки начинать витамин Д? От 10 единиц, от 20 или ещё выше? Нет, смотрите, это получается, если пьёте без назначения врача и хотите пить, допустим, безопасную дозировку, бесконтрольно вы можете пить только 2000 международных единиц. Если вы подозреваете, видите у себя симптомы, там у вас перелом несколько раз был, усталость, недосып, вы с утра просыпаетесь и вообще вставать очень тяжело, сухая кожа, утомляемость очень большая, то вы идёте и сдаёте анализ. Показатель называется 25 OH витамин Д. И как не получится обойти анализ, да? Мы всегда на это же, ну, чаще, когда ты себя чувствуешь более-менее нормально, уже привыкаешь, не всегда находишь время, чтобы пойти сдать анализы. Раньше он стоил очень дорого, сейчас он стоит в разы и в разы дешевле. Я бы сказала, даже в три раза дешевле. Когда я начинала такую частную практику, он стоил около 4000 рублей. Ну, можно же сдать в свои поликлиники по месту жительства, там, наверное, бесплатно или не делать? К сожалению, нельзя. А, всё-таки там? Да. А ну вот, тем более, если платный анализ, да, тогда, конечно, ещё и это может стать причиной. Нет, например, лишней такой суммы, да, и ты думаешь, а, ну ладно, я куплю там комплекс витаминов где-то. Я думаю, раз в год, если запланировать свой бюджет, то можно. Да, конечно, да, просто нужно собраться. Вот сейчас для наших зрителей показывают правильную тарелку, да, где должны присутствовать сложные углеводы, фрукты, овощи. Кстати, фрукты и овощи наши, они же оставляют желать лучшего. Вот, иной раз покупаешь, и ты понимаешь, что, ну, там ни запаха, ни вкуса, вообще ничего нет, как это должно быть. Даже как будто бы яблоки сейчас вот уже совсем не те, ну, всё остальное вообще не то. Нужно выбирать, да. Ну, это, конечно, не означает, что не следует их употреблять. Вот. В любом случае, хоть какая-то клетчатка в рационе всё равно должна быть. Вот. И вообще я бы рекомендовала, наверное, со своей такой женской точки зрения, менструирующим женщинам, женщинам, вот, кто планирует беременеть, рожать, девочкам взрослеющим, да, мужчинам, которые там спортом занимаются, вообще мужчинам при нагрузках, больше употреблять продуктов, которые содержат железо. Сейчас есть очень большой дефицит железа практически у всех. Это какие продукты? Мясо красное. Ну, имеется в виду не сырое, а то, что мы постоянно употребляем. Это жеребятина, говядина, оленина. Каждый день? Да, каждый день, хотя бы по 200 миллионов. Вот. И, значит, с каким-нибудь гарниром, да, отваренное, печёное и так далее. Ни в коем случае не гриль. Гриль и канцерогенов очень много. Вот. Мясо красное. И вообще из 7 дней в неделю, 5, рекомендую употреблять красное мясо. Вот. Ну, если нет, противопоказать. Готовить на пару и не жареное, да? Да. Супчики вот это вот у нас любимое. Всё невкусное. Хочется чего-то вкусного, хочется чего-то жареного. Из вкусного, ну что, красные яблоки такие. Есть сорта такие рыхлые, красные. Они тоже хорошо содержат железо, не зря они красные. Маленькие помидоры, черри, помидоры там сортов типа бычьего сердца, вот они содержат достаточное количество железа. Как перекус для ребёнка. Мы же очень много требуем от детей. Помидоры тоже оставляют желать лучшего из того, что мы можем приобрести. Там очень много воды, прям. Ты понимаешь, что там их как будто бы накачали водой. Вообще вот фрукты, овощи, у меня лично паника. Потому что вроде бы как это нужно, но не хочется есть то, что мы можем приобрести. У нас остаётся очень мало времени, но про ЛФК мы точно уже не успеем. Наверное, не будем даже и начинать. Про сон мы ещё хотели сказать. Насколько важен сон и сколько должен спать ребёнок? Можно про взрослых тоже сказать. Дети и старшие, ой, дети постарше и взрослые обязательно должны спать 7,5-8 часов. Ну, 8 часов. А если больше спят, хотят спать больше? Подростки хотят спать больше. Знаете почему? Потому что они во сне растут. Так пусть спят тогда, пусть больше спят. Да, когда есть выходные и так далее, да. Но обязательно по режиму. И засыпать они должны без гаджетов. Чтобы потом из подсознания ничего не вытаскивать. Был спокойный сон, да, без кошмаров и так далее. И, значит, дети помладше, младшего дошкольного возраста от 8-10 часов. Почему дети так должны спать? У них есть вот ростовое окно. В период с 8 часов вечера до часу ночи они очень хорошо растут. Вырабатывается гормон сна, самототропный гормон. Поэтому детям очень важно соблюдать режим. И никак им не выспаться, потому что вечером есть соблазн, да, и вставать рано в школу. И это грустно. Послеобеденный сон тоже есть. Да. Хотя бы в полчаса. Это вот, да, хорошо было бы практиковать. Хотя бы так добрать, да. Как вы относитесь к тому, что какие-то снотворные, ну, не снотворные, а какую-то травку успокаивающую, такую вот, которая для лёгкого сна. Можно или нельзя, просто коротко, да, или нет? Нет, я больше, наверное, за магний. И его успокаивающее действие перед сном, не за травки. Хорошо, спасибо, Варвара. Нам опять не хватило с вами времени, как в предыдущий эфир. Ещё приду. Да, поэтому я вас приглашаю ещё прийти в нашу студию. Благодарю за сегодняшний полезный разговор. И наших слушателей, и зрителей благодарю за внимание. Будьте здоровы, берегите себя и своё здоровье, здоровье своих близких. До свидания.